Всем привет! Из вот такого старого ноутбука Toshiba я достал жесткий диск. Жесткий диск рабочий. Вот, и я хочу его вставить в свой компьютер для дальнейшего использования. В этом коротком небольшом ролике я хочу рассказать вам, как можно использовать бэушный жесткий диск, неважно от ноутбука он или нет, в своем компьютере. Да, конечно, шучу. Жесткий диск на самом деле от него. Вот он. Он имеет объем 500 гигабайт и интерфейс SATA 3. Если кто-то знает, как можно возобновить работу этого жесткого диска, то обязательно пишите в комментариях. Суть в том, что его необходимо верно очистить и затем отформатировать, чтобы в компьютере он потом отображался корректно. Для начала от блока питания находим SATA разъем, чтобы запитать жесткий диск. И обязательно SATA кабель. Еще раз жесткий диск от ноутбука, но это не будет ему мешать работать в обычном компьютере. После того, как жесткий диск мы установили в корпус компьютера, давайте посмотрим, как он у нас теперь отображается. Кстати, скажу заранее, что я уже над ним манипуляции все произвел. Вот он у меня отображается, как локальный диск F. Далее давайте посмотрим, как отображаются его разделы. Кстати, показываю все это на 11-й винде. В панели управления дисками у нас он отображается, как диск 2. Вы можете посмотреть. Логический раздел сейчас здесь один, формат МТФС. Скажу, что до манипуляции с этим диском здесь было три логических раздела. И для того, чтобы все их снести, нам понадобится сделать несколько манипуляций. А также, чтобы жесткий диск после всех манипуляций был чистым и отформатированным. Кстати говоря, обычное форматирование не сможет снести все разделы. Оно лишь отформатирует те разделы, которые видны в проводнике Windows. Для того, чтобы получить чистый жесткий диск и для дальнейшей его корректной работы, нам необходимо использовать командную строку. Открываем с помощью администратора командную строку. Далее нам понадобятся определенные команды ввести. Они будут все в описании, можете их просто копировать. Для начала вводим команду diskpart. Затем нам понадобится команда listdisk. Она отобразит все диски, которые имеются в компьютере. Не только диски, но и твердотельные накопители. Обратите внимание, у меня их три. Это физические диски, не логические. То есть у меня их три вставлено. Далее нам нужна команда выбора диска. В моем случае это диск 2. Обратите внимание, на 500 гигабайт. В данном случае 365. Нажимаем. Выбран диск 2. Далее нам нужно его полностью очистить. Удалено будет все содержимое. Так что перед тем, как это делать, возможно вам что-то нужно будет скопировать важное. Очистка диска выполнена успешно. Далее вводим эту команду. Create Partition Primary. Для создания одного единого раздела логического. Если их там было несколько, то сейчас будет создан один. То есть команда clean мы удалили и все разделы в том числе. То есть полное форматирование. Так, указанный раздел успешно создан. Далее нам необходимо отформатировать диск в определенном формате. То есть это будет тип формата FAT32 или NTFS. В моем случае убираем NTFS. Далее нам необходимо немножечко подождать до завершения процесса. После того, как процесс завершился, команду exit вводим в консоли. И с командной строкой у нас работа завершена. Давайте посмотрим, что теперь с жестким диском. Когда мы открываем мой компьютер, то есть проводник Windows, как видите, наш жесткий диск больше не отображается. Он исчез. Это не значит, что мы сделали что-то неправильно. Переходим в диспетчер управления дисками. Можете в поиске его поискать. Управление дисками. Переходим. Находим его в списке. Как видите, у меня он отображается. Но у него нет созданного тома, точнее буквы. Поэтому нажимаем изменить букву диска или путь к диску. Далее нажимаем добавить. Как видите, здесь автоматически уже назначается буква F. И нажимаем ОК. Все манипуляции проведены с очисткой жесткого диска. И теперь можно им пользоваться. Копировать сюда различные файлы и тому подобное. Вот такая вот у нас получилась небольшая инструкция по подготовке бэушного диска к использованию в вашем компьютере.